Всем привет, ребята! Меня зовут Алена Гладилина, и в этом видео я хочу поговорить о том, как грамотно искать тренды, как подходить к эконализу и как вычленять инсайты даже из самых дорогих источников бесплатно. Что такое вообще тренд? Тренд — это большая глобальная идея, которая еще не подхватила большинство брендов. Это веяние направлений, индустрии, рынка, к которому вы работаете, к которому принадлежит ваш бренд, в которую оно будет постепенно двигаться. Это не какая-то локальная маленькая продуктовая идея, которую вы можете использовать и здесь и сейчас получить от нее выхвал. Это большой пласт направления развития вашего бизнеса, используя который и задействуя который в правильных месседжах, правильном позиционировании вашего бренда, в философии, в миссии, вообще во всех участках вашего бренда, потому что тренд используется не в какой-то одной части вашего бренда, а вообще вовсеместно. Вы можете оставаться в реалиях рынка, а не вылететь с него, когда вас выбит, к примеру, из него целевая аудитория, которая ваш продукт будет просто неактуален. Поэтому сегодня мы будем покрывать как раз-таки большие пеяния рынка, а не какие-то отдельные подготовленные решения, которые зовутся маленькими локальными идеями, а не глобальными трендами. Поэтому начнем? Что ж, первый и, пожалуй, мой самый любимый источник, на который я люблю заходить просто так, for fun, смотреть какие-то идеи, локальные, глобальные, огромные тренды и вырабатывать свою насмотренность. Во-первых, этот сайт хорош тем, что он раз в год делает огромные аналитические отчеты за 2021-2022 год, и, как вы можете заметить до красной кнопки, этот отчет уже готов. Это огромная, иногда на сотни, иногда на десятки страниц отчеты с трендами, разбитым по категориям. Сначала там огромная инструкция, как правильно пользоваться тренд-репортом, какие вопросы вам будут задавать в этом тренд-репорте, и какие советы данный репорт вам будет давать. И дальше уже начинается блочная разбивка. Начинают с техов, предлагают какие-то конкретные примеры трендов, показывают, насколько этот тренд уже популярен, насколько он активно набирает свой оборот, и насколько он свеж, на какую цель в аудиторию ориентируется данный пример тренда, в каких геолокациях чаще всего он используется, и к какому огромному мега-тренду этот тренд относится. Касательно мега-трендов, это есть огромная диаграмма, которую вы можете посмотреть и изучить те самые мега-тренды, о которых будет идти речь и в аналитических отчетах, и в конкретных примерах. На данной диаграмме вы можете увидеть 18 мега-трендов, 6 направлений поведения целевой аудитории с конкретными примерами. Если вы провалитесь в какое-то конкретное использование мега-тренда, то здесь вы увидите, с какими другими мега-трендами связан данный тренд, какое направление деятельности, скажем так, выбирает данный тренд, небольшое видео с объяснением этого тренда, и конкретные примеры. Опять же, эти примеры выглядят как в большом аналитическом отчете, который сделан за год, но просто более, скажем так, вырванные и оторванные от времени. Опять же, здесь показаны геолокация, целевая аудитория, популярность и цифра суммарного результата, насколько этот тренд уже готов к использованию или насколько он уже активно развивается. Ниже вы можете найти, опять же, пример для этого тренда, но немножечко в других индустриях. Почему я люблю данный сайт, так это за то, что можно вычленить огромное количество трендов и идей, не связанных со своей индустрией, и это очень важно. Когда мы анализируем какие-то идеи, связанные только со своей индустрией, мы оказываемся в неком пузыре идей и аналитики. Но, если, к примеру, вы находитесь в сфере фэшн, и у вас абсолютно никак не задействована история с техом, либо очень плохо развитая история с эко-направленностью, либо, если вы хотите быть на стыке фэшн и лакшери, вы можете зайти в отдельное направление, либо, если вы вообще pet industry, но вы хотите понять и придумать какие-то интересные идеи, вы можете зайти, опять же, к примеру, в фэшн, зайти в конкретную идею и посмотреть, как этот тренд, во-первых, был использован конкретной компанией, насколько он уже популярен, описание в целом этой идеи, на какую аудиторию она была использована, и перейти на сайт конкретного примера и поизучать еще более подробно, посмотреть, почему такой сайт или не по-другому, почему такая трансляция ценностей, почему выбраны были такие цвета, как бренд доносит вот этот огромный мегатренд, о котором здесь идет речь, до своей целевой аудитории. Второй сайт, который я тоже очень сильно люблю, это сайт Трендвочинг. Трендвочинг предоставляет доступ к идеям на еженедельной, ежемесячной и ежегодичной основе. К примеру, на данной странице вы можете увидеть отчет за 2022 год с конкретными, опять же, идеями по использованию данных трендов. К примеру, вторая жизнь одежды с конкретными примерами брендов, которые уже это используют, каким образом посыл доносится и описание большой идеи. На самом сайте находятся те самые ежемесячные отчеты, о которых я говорила, они также приходят на рассылку на почте, если вам хочется получать это на почту и удобно читать их на почте. И есть так называемый innovation of the day, конкретные идеи, как они адаптируют эти идеи под себя. Каждый день эти идеи выходят, опять же, если нужно, то приходят на почту. И раз в месяц приходят идеи уже под определенной тематикой, под эгидой определенной тематики. И что мне нравится, что в этих отчетах, во-первых, очень понятная и интересная визуализация. Во-вторых, эти отчеты можно слушать в формате подкаста, если у вас нет времени читать его. И эти отчеты всегда data-driven, всегда очень много цифр и всегда показаны источники. То есть под вот этими словами, к примеру, показаны везде источники, откуда была взята эта информация. То есть нет ощущения, опять же, проценты. Нет ощущения, что у вас пытается кто-то обмануть или нет желания не доверять этому отчету, потому что здесь огромное число, огромное количество цифр в процентах с информацией, с примерами, с первоисточниками, откуда была взята конкретная информация и с объяснением, как можно использовать эти возможности конкретным брендам. То есть начинается с примеров, с описания такого overview данного тренда. И чаще всего в конце есть несколько конкретных шагов или как можно еще даже дальше пойти конкретного бренда. И последний сайт, который я люблю за то, что здесь можно вычислить много нестандартных инсайтов, потому что почти все отчеты здесь платные. Но я обещала вначале, что я скажу wavehack, как можно получить эту информацию бесплатно, я его расскажу. Если вы зайдете в свой аккаунт, зарегистрируете, то большое количество отчетов можно получить в формате демо. Если мы зайдем сейчас в конкретный отчет, то мы получим небольшой кусочек аналитики. Описание тренда. Опять же, здесь очень важно читать между строк. И вычитывать, высматривать при помощи той насмотренности, которую вы сформировали на первых двух сайтах, Trendwatching и Trendhunter, как данный тренд раскрывается при помощи картинок, цветов и, опять же, слов, которые здесь пишут в небольшом демо-репорте. Здесь показаны тренд-драйверы. Здесь можно как-то попытаться вычитать что-то отсюда, если вы не хотите покупать полный репорт, или у вас просто нет возможности на это. Опять же, по картинкам можно найти настроение, можно понять, в какую сторону мы двигаемся, можно понять, какой визуал нужно создать, чтобы этот тренд задействовать у себя. И таким образом, при помощи элементарных маленького демо-репорта можно уже вытащить огромную информацию. Что тоже интересно, что у каждого тренда и у каждого такого тренд-репорта есть своя отдельная карточка, тоже с небольшим overview данного будущего тренда. И самое интересное, что все эти тренды дальше подтверждаются огромным количеством других источников, то есть этому источнику TrendBible тоже можно доверять, и мне это тоже очень важно. Когда я делаю концепции, мне важно основываться именно на данных, которые были взяты из credible источников, а не из какого-нибудь, не знаю, там, trend8599.com.ua, что-то такое. То есть, опять же, можно увидеть материалы, можно читать между строк, можно понимать, как нужно оформлять визуальное восприятие вашего бренда, какие можно использовать отдельные конструкции, фотографии, какой реквизит можно использовать для своего бренда, чтобы делать подачу более интересной, во что можно еще упаковывать ваш продукт, как, к примеру, вот здесь, как можно показать, что мы эко, используя эко-упаковку вот такого вот нестандартного формата, к примеру. Ну и сам сайт в целом, на самом деле, это огромное визуальное наслаждение, поэтому исследуя его, исследуя тренды, которые они показывают, здесь не стоит бывать слишком часто, потому что эти отчеты появляются нечасто, но тем не менее, сайт выполняет прекрасную свою функцию, в формате можно подписки подписаться, а можно взять консультацию, можно купить конкретный продукт, который они продают, а можно вот так вот использовать небольшие демо, и уже на данном этапе использовать данные идеи. Что ж, ребята, еще раз вот здесь, я оставлю списочек всех тех трех ресурсов, о которых мы сегодня говорили. Это Trend Watching, Trend Hunter и Trend Bible. Все эти тренд-источники позволяют вам задействовать тренды до того, как они стали еще мейнстримом, и показать вашей аудитории, что они вам важны, что вам хочется быть инноваторами, что вам важно быть впереди рынка, и что вы анализируете, смотрите и адаптируете свой продукт под реалии, потому что вы основаны на долгосрочном развитии, а не на краткосрочном извлечении прибыли. Всем большой тренд, просто ставьте лайки, подписывайтесь, дайте мне знаки в комментариях, если понадобится отдельное видео с аналитикой конкретных трендов, а не только источников. И я всегда на связи, спасибо вам большое за обратную связь и поддержку. Продолжение следует...